всем доброе утро всем привет скажи привет да лежи лежи я не буду тебя тревожить носик мой вот так вот я заправила кровать авиа там все лежит все вылезаешь проснулась ты курочка моя да привет вечно ты позже всех встаешь да их всем привет ребят новый блог я приучила себя пить воду это стало как знаете не то чтобы я хочу попить а вот мне скучно и думаю что поделать я пью воду наверное это успех вот такую бутылку полтора литра здесь я должна выпивать в день железно в идеале 2 литра но мне кажется я пью 2 литра потому что до этого я ходила с маленькими бутылками 0 5 и выпивала их не знаю может также наверно не знаю но главное выпивать полтора литра сегодня у меня насыщенный день сейчас я приготовлю омлетик покушать а потом мы поедем в атриум чтобы купить чехол на мой новый телефон который покажу вам чуть позже потому что вчера 1 декабря вчера вообще был мой день мне кажется я вчера была не очень активная в stories но зато у меня много всяких классных приятных событий в жизни произошло которыми я с вами поделюсь когда нибудь вот но одно из таких событий это то что мне привезли iphone который я заказывала причем вы должны были привезти с 4 декабря по 10 в итоге привезли первого представляете скоро у меня как раз день рождения вы знаете то что я достаточно часто готовлю конечно я вообще на самом деле в шоке потому что раньше я вообще не не то что не любила готовить это как типа чего самой стоять готовить сейчас же но это уже не знаю год если не больше то есть я постоянно готовлю обязательно да окей может быть я не готовлю какие-то там блюда постоянно какие-то разные еще что-то но сам факт того что в принципе вот это желание готовить она у меня есть это круто так что сейчас начнем готовку конечно омлет в этом нет ничего сложного мне кажется некоторые даже этого не умеют частенько я вижу как люди пишут что духе почему ты готовишь всегда одно и то же почему ты не готовишь какие-то кондитерские изделия например там выпечку тортики и многое другое и это неудивительно потому что печь такую красоту дома хотят многие и знаете как правило по обычным рецептом из интернета мало что получается мне кажется это такой очень тонкий процесс и на мой взгляд самое главное это помощь от профессионала от человека который знает свое дело так у меня уже яички надо их взбалтывать и самое главное на мой взгляд это помощь от профессионала и представьте что у вас есть человек который может помочь вам ответить на все ваши вопросы и разобрать все ваши ошибки прямо в режиме онлайн я долго искала подходящие мастер-классы обучения и мне кажется что я нашла самый лучший я говорю про бесплатный мастер-класс от полины филимоновой если вы тоже хотите радовать своих близких потрясающими десертами и возможно даже начать печь на заказ то этот мастер-класс точно для вас сейчас я вам покажу просто офигенные картинки и это не просто картинки это все что возможно приготовить покажу вам работы полины и на этом мастер-классе вы узнаете как начать готовить более 35 видов десертов на своей кухне как печь на заказ и даже зарабатывать на этом и еще многое другое так а вот некоторые работы учениц полины как по мне это просто нереально красиво полина кондитер и основатель самой крутой онлайн школы в европе через ее обучение прошло более 50 тысяч учеников и десерты получаются с первого раза даже у тех людей которые ни разу не подходили к духовке все это благодаря более чем семилетнему опыту полины классная вещь вообще поэтому я рекомендую вам прямо сейчас записаться чтобы успеть на мастер-класс к полине ссылку на ее мастер-класс конечно же я оставляю в описании также оставляю ссылку на ее youtube канал ну и конечно же там очень много рецептов и обучение по теме кондитерской тематики так что вот друзья мои а помимо того что мы поедем сегодня в адрюм покупать мне чехол также у меня сегодня тренировка поэтому я в форме я очень рада со мной видится что странное какое-то у меня чувство сегодня уши заложены омлетик почти готов очень быстро и вкусно так вот мой омлет вот славин и я обожаю есть омлет всегда с хлебушком кусочек омлета кусочек хлебушка сижу ем омлет и забыла рассказать и это снимал отдельным видео но решил не вставлять потому что слишком много воды утекло короче я постараюсь не поднимать вопросы моей кожи вообще не обсуждать никакие моменты я решила что буду вам меньше рассказывать по поводу всяких своих типа лечений да вот то что с кожей все такое потому что люди очень странно реагируют вместо того чтобы написать просто ну ладно типа ну попробуй ну конечно это там может быть я в это не верю ну типа дело твое кидают какие-то реакции очень ну как по мне так неадекватные даже с какой-то страны очень негативные непонятные типу за что кто-то по моему написал что разочаровался во мне потому что я типа верю в гомеопатию я думаю блин это знаете как как например если бы я не верила в бога и мне какой-то человек говорит а я верю в бога я в тебе разочарована теперь на столько я понимаю что сравнивать бога и гомеопата ну как бы такое себе но я не сравниваю я имею ввиду что просто как вы можете такое писать короче странно я решила что меньше знаете крепче спите поэтому ничего не буду рассказывать не буду конечно что-то рассказывать но не буду всякие детали поднимать скажем так во что хочу в той верю хоть и всяких зеленых человечков еще в кого-то какая разница да сейчас я расскажу вам как цвета у меня новый айфон это не первый мой телефон такого цвета первый мой телефон такого цвета был айфон 3g черный вот так выглядит коробка от айфона наверняка вы все это уже все видели но все-таки обещала показать тут написано что это графитовый но его буду все равно черным называть что было в коробке здесь был провод просто обычный провод а вот вот здесь был провод здесь были эти всякие наклейки честно говоря я вообще не понимаю кто их куда клеит ну наверное кому-то нравится не знаем что я никогда их никуда не клеила но все равно приятный бонус не вижу в этом бонусе ничего прикольного но все равно приятно здесь был провод новенький такой специальный не как у меня с юсби уже такой новый который для быстрой зарядки вот такая вот бумажечка была да здесь была вот эта вот палочка извините я не сняла вам идеальную распаковку но мне кажется в этом уже нет смысла все уже давно все видели просто показываем кто вдруг не видел вот собственно говоря вот мой айфон у меня тут теперь есть фейс айди меня на это уговорили уломали я всю жизнь никогда не было мне пароли на телефоне вот такой вот чехол я взяла да он такой желтый оранжевые кому-то может не понравится но мне показалось прикольно яркий он кожаный стоил кучу бабок что мне здесь нравится в этом чехле вот эти штучки из медные они или какие металлические они вот прям как у золотого айфона я же хотела вообще золотой айфон но из-за боковушки золотого айфона цыганской я решила его не брать и не жалею потому что потому что я взяла черный ну графитовый надо и он мне очень нравится минусы у этого айфона заключается в том что пока что что-то непонятное с камерой мне многие пишут что в stories у неплохое качество это правда не знаю из-за чего так может какие-то драйвера еще что-то они еще не установили но реально какая-то проблема ну и в принципе вот чего еще рассказывать первые в моей жизни такие камеры вот взяла два чехла а кстати тут еще такая фишка когда надеваешь чехол вот видали вот какого цвета чехол в такой он и загорается вот как сейчас было прикольный бонус фишка опять же таки беспонтовый нафиг он нужен но прикольно и также я взяла прозрачный силиконовый чехол вот когда мне надоест вот этот или просто захочется походить совсем видно было что у меня графитовый и мне тоже вот он конечно же стоил подешевле сколько он 2 700 стоил просто бешеные деньги за чехол прекрасно представляю что на том же алиэкспресс можно купить намного дешевле но я решила гулять так гулять этот стоил еще дороже ужас просто ужас но мне он нравится реально кожный крутой так что вот всем привет ребят думаю что выгляжу я не очень хорошо выгляжу наверное помятой из косметики на мне только тон и брови это тон такой знаете нищебродский в общем ладно не нищебродский просто как бы скажу тогда с самого начала кожа моя стала улучшаться это правда я не знаю да что именно помогает ну как бы я много воды пью как бы диету я не соблюдаю но при этом я не пью вино то есть сколько я вот после двух недель как я не пила вино я два раза попила вино просто даже блин не бокал полный наверное что-то как-то не заходит уже как-то вот отвыкла в общем забавно да а так в целом ну не сказала бы что соблюдаю диету но макдонансе я давно не была фастфуд давно не ела это правда прям прям давно сегодня у меня фотосессия и я еду сейчас туда там меня будут красить поэтому это как бы ну не окончательный вариант ненавижу когда у меня нет контурингу нос он сразу такой по поводу моей кожи блин клянусь вижу улучшение вам так не понять но я так каждый день смотрю на свою кожу и лучше самое интересное я думаю это очень хороший знак потому что у меня обычно такого никогда не бывает короче у меня же все мои болячки закрытые типа как вот эти закрытые комедоны они все закрытые и поэтому получается что вот такие вот точки да на лице а тут у меня все это дело начало выходить из-за этого как бы я смою косметику не будет много красного потому что ну как бы все выходит понятное дело я там почесала случайно там расковыряла ну не специально конечно но я просто шоке реально я надеюсь что это хороший знак потому что я вот смотрю каждый день вот так вот прям близко все рассматриваю я вижу что вот этих вот закрытых их становится настолько меньше и они уже не такие большие как будто я не знаю как это все мерзко доброе утро девочки но для меня это реально просто интересно наблюдать вот у меня отличное настроение просто нереально несмотря на мои прыщи конечно из-за этих прыщей я поэтому так мало снимаю и так тупо снимаю постоянно обрывисто все как-то но это знаете типа сняла потом что-то настроение но не то что у меня есть настроение но просто вот не хочется снимать себя в тот период жизни когда у меня очень ну хорошая кожа и не хочу помнить такие моменты хотя потом когда я вылечу свою кожу я буду говорить себе вот а раньше у меня пипец все было представляете какая молодец я все это вытерпела прошла короче все равно блин просто не люблю сами представляете как мне неприятно сидеть и смотреть на себя вот такую да но что поделать я не могу ничего поделать и тупо переставать снимать влоги из-за этого тупо переставать вообще в принципе какую-то свою социальную деятельность ну да конечно расстраивает сегодня вообще такой план фотосессии с фотографом с которым я еще никогда не работала первая наша съемка будет но она очень прикольная девочка и вот как только мы с ней списались и вот сколько наверное за неделю до съемки мы давно забронировали студию на сегодня вот это все мы все переписывались несколько раз она мне тоже рассказывала там у него тоже кожа была проблемная можете даже чем-то она расскажет ну может быть интервью возьмем вот и просто нам не рассказала что после того как она родила у нее все прошло что выбрать рокутан или родить короче меня ничего не расстраивает я прям чувствую максимальную силу я верю завтрашний день верю во все верю себя и ну это блин круто вот не знаю моё хорошее настроение клянусь это так на самом деле хорошее настроение и прыщи на лице это вещи как бы несовместимы но у меня получается это совмещать нельзя совмещать это и это я совмещу это я так что не знаю какая съемочка сегодня будет буду снимать вообще думаю реально над тем чтобы нанять себе помощницу но не на зарплате типа не постоянно что постоянно мне не надо а вот иногда в такие вот моменты когда я еду на студию я хочу чтобы кто-то со мной потусил там поснимал мне бэкстейджи поснимал мне влогов и все такое то есть потому что пока я снимаюсь я занята но сразу прошу не начинайте писать свои резюме потому что как только я начинаю говорить эту историю то что я реально думаю над тем может быть мне найти кого-то в помощники ну опять же говорю на постоянной основе нет но так вот куда-то поехать вместе пофоткать меня там шоу-рум сгонять помочь мне там с выбором еще какая-нибудь шняга такая знаете это прикольно но вообще мы со славой конечно ржали и я говорю то что типа блин по сути мне не нужна помощница мне нужна домработница который будет меня убирать готовить все это делать потому что ну вот какие-то такие вещи типа съемки еще что-то там поехать шоу-рум взять вещей это мне и самое интересное и как бы не то чтобы я прям сильно нуждаюсь в чем-то там мнение подсказках а вот именно дома убраться на это просто не хочется тратить время ну и чужих людей дома я тоже не люблю поэтому да в общем еду на съемочку на студию буду вам что-нибудь снимать обязательно надеюсь не забуду фотки должны быть классные у меня будут будет два необычных образом которые наверное мне даже не идут не знаю посмотрим но точно не мой стиль захотела сделать какую-то такую необычную съемку поэтому посмотрим что получится по моему у меня проследует этот мужик слева прям останавливается постоянно у меня не люблю не люблю один раз я кстати вам не рассказывала даже не один раз такое было но вот из последнего я это было месяц назад стою около макдональдса жду когда мне принесут мой заказ уже начинаю есть жуток а вот такая вот и мне короче приходит буквально через минуты две на телефон сообщение от какого-то михаила привет ты красивая я тебя увидел как-то он узнал мой номер такой вот ли ты просто бомба давай ты мне очень понравилась давай дружить я ему понятно ничего не ответил потом написал что-то то ли на грузинском то ли на армянском ну кириллица была такая я не люблю такие подкаты для меня это даже если бы у меня не было парня ну просто я не люблю такое мне не нравится на что вот люди эти рассчитывают которые просто так ни с того ни сего пишут я тебя ни разу не видела фотки твоей даже нет ну я не знаю не люблю такое вот такие вот я даже представляю типа будь я одинокой и там ищущий мужчину все равно бы не повелась очень странная фигня меня это даже как-то пугает напрягает вообще не представляю как можно в этом мире познакомиться так чтобы мне было комфортно наверное типа как у меня была всю жизнь в школе на работе что я такая вообще на вечеринке я не хожу и вообще на самом деле тупо я понимаю что если предположить типа ты приходишь на вечеринку там в клуб я не знаю куда обычно там ходят селочки чтобы найти себе кого-то и это вот как бы реально ты должен сам любить ходить в клубы тусоваться потому что если ты и где-то себе ищешь мужика такого мужика ты себе и найдешь который будет постоянно тусоваться ходить в клубы то есть грубо говоря можно идти в библиотеку или например в госдуму депутата какого-нибудь где ты парня встретишь такой он и есть если в клубе познакомились то блин начнете вы встречаться но не удивляйся что он не будет ночью домой приходить а будет в клубе с пацанами какими-нибудь тёлками тусить но это я так просто к сведению мне кажется так работать я никогда в клубе не вообще никогда ни с кем вот так вот не знакомлюсь ну я уже говорю я настолько человек такой тип чего мне кажется даже знаете я не человек как говорят старые закалки наоборот люди раньше там на дискотеках знакомились там в кафе а а а Субтитры сделал DimaTorzok Давайте назовем еще раз свое имя Кристина Катя Юля Такие вещи похожи Не, ну Катя Ну вроде не похоже Ну ладно Я еще ей так говорю Одежду взяла с собой А она оказывается Видала, что была Блин, обожаю Вот эти тупники Ты мне просто не сказала, что стилист будет Ты мне сказала, что визажист будет Я не говорила, что стилист будет Нет, ты мне сказала, что там девочка-блондинка ждет Я такая, окей А, ну да, потому что мы тоже Позже подъезжали Короче, рассказывай, ты фотограф Я такая, говорю, а ты кто? Что-то так, сколько Да, я поеду в Смайл студию Знаешь, такие Вот, и мы там будем снимать Съемочный вид периодически И они зовут меня, чтобы там всякие ролики снимали Ну они Я там все делаю вообще У меня сделали там виниры Плесницы сейчас тоже там делаю Массажи там ходила Я тоже хочу вот пойти Чистые Я там делала лазерную апелляцию каждый месяц Вот там вообще есть все Это просто не пилит Нет, это на Дубровске Вторая улица машины Первая улица машины Вчера помыла голову Такая, думаю, блин, попрошу, что я себе накручивать Чтоб не лачили В итоге просто вся укладка на лаке Да Ну ладно, ничего уж Прошу, что я без наращенных Я наращивала долгое время Ну да, уж Ну да, волосы-то хорошие У меня просто они короткие Очень были, разные длины И я поэтому наращивала Долгое время Получается, на карантине мы отрезали У меня три косы У меня галлибудское наращивание было Получается, было три косы И капсулы В лесках, да И получается, после мы снять-сняли Там что-нибудь сложно просто отрезать Аккуратно, ниточки А капсулы, это уже проблема В итоге, ну, я ходила с отрошенными капсулами А потом мне заново сделали наращивание Ну ладно, тоже Я тут рассказала, как я нашла ресницы Сделала, два месяца сидела Просто голая А потом сидела Такая счастливая Сделала Вот И что-то мне как-то вообще Тяжело стало Я так кайфовала Так быстро мою голову Просто, знаешь, я уже забыла О том, что можно просто голову перевернуть В ванную Помыть И пойти куда-то Быстро высушить Мне просто это очень тяжело Мне получается, типа, несколько подходов Там по 15-20 минут Такая Я думаю А зато ходишь с красивыми, густыми, такими прям объемными, длинными волосами А теперь прям длиннее? Хорошо Ну да Я длиннее делала Ну Ну да Сейчас у меня волосы доросли до какой-то адекватной длины С которой мне комфортно ходить Там и прически какие-то можно Вот я сейчас ходу нормально Но все равно хочется чуть длиннее Но я наращивать уже не буду То есть они? Ну да Они достаточно быстро так у меня начали расти У меня все равно там еще есть сеченый на концах У меня же... Я же в блондинку красилась Вот, наверное, я хотела Ну а что мне красилась? Ну вот мой цвет Вообще не представляю Я тоже Ну вы даете Ну у меня блондинки-то нормальные не получилось Это вообще какая-то фигура Желтая Ну это длиннее было, да Сейчас я найду даже Скажу Короче, я, получается, пыталась стать блондинкой Мне сожгли волосы просто хера У меня были короткие волосы Вот это сюда, наверное Все разные длины Такие паные просто клочки Ну да Ну да А потом, давайте так, чтобы стемно Но я так изначально хотела У меня есть разные периоды в жизни сейчас Ну в целом Ну, сейчас, конечно, мне вообще не нравится Ну все, ну ты просто дороже выглядишь Да Это я уже как бы поняла Ну вот, да А там-то прям такая молоденькая девочка Ну да Не, ну где-то прикольно Вот здесь, например, включаю Ну он такой натуральный, кстати Так прикольно Ну да, да Ну и короче, да Я так ходила Мучилась и мучилась Я когда пришла в салон Где мне волосы наращивали Там же есть и этот Колористик Ну кто там тонирует Еще что-то Я пришла Она просто стоит У меня головы Не понимает, что с этим делать Она позвала каких-то девочек Они все, мне кажется, человек пять Стоят над моей головой Такие типа Х**ать Ужиться Что-то с этим делать Она говорит Ну понимаете, у нас тут где-то девять разных оттенков Я говорю Ну сделайте что-нибудь А им же надо как-то привести Это плюс-минус Ну а я говорю Мне надо так, чтобы типа из темного Плавное переходил в светлый И чтобы все было одного такого однотонного цвета Без всяких там рыжих Ну короче, она мне объяснила, что это не вариант Ну как бы что-то можно попытаться, но все равно это будет жесть Ну и понятно, наращивание Мы плюс-минус Как-то касались ситуации То, что там, ну Разбавляли типа И переход делали Мне получается О боже Я даже, когда я не хочу Столько часов потратила на все эти волосы На все сидеть Мне эти наручные волосы тонировали Чтобы брали светлые волосы Тонировали переход Украине из темного в светлый Ждешь, когда их там покрасят Потом на тебя Я лучше всего брала Так, что они светлые Да Это Я причем до голливудского наращивания Я не сразу дошла Я капсулы сделала И мне капсулы Я не знаю, что это делать Но это реально жесть Это вот Чтобы понять, что все хорошо Причем, девочки Я такой путь прохожу Проходила второй раз Второй раз Теперь, варата, не хватило Я тоже такая, на самом деле Я 10 тысяч раз в один день ожидаю Это вот сейчас, короче, я два раза Será, 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 nos dos vamos matar Toda esa curiosidad Порт такой Порт такой Вот такой вот у меня первый образ Кристина, фотограф Катя, стилист Ксюша, бейзажист Ксюша, да? Все девочки на К Да С Кристиной у нас нюха в один день Да, вы самые лучшие А ты вечером развелся на своем видео? А еще можно, скажем, в июле писала пять лет Я смотрю влоги с самого-самого начала Я знаю наизусть У меня даже мой муж делал мне типа такой Так, а вот это ты знаешь? Я говорю, да, знаю, я знаю все про нее Я сейчас мы встретимся Я очень рада Я тоже, причем я еще что хотела рассказать Подписчикам, я же про хрущи все рассказываю Кристина после того, как родила У нее прошли хрущи-хрущи У меня было хуже Ну не хуже, у меня было так Ну тоже так же, просто в других местах Да, да, и я тоже очень большой путь прошла У меня прям тоже вот так вот целое Она отказывалась от молока От все, от все От хлеба, от фастфуда Как вот все говорили, что фастфуд Я сейчас его ем и не отпрощаюсь Знаете, только в месяч, ты можешь скачать в этом Ну понятно, единичный Ну видно же, что это типа вот Да, все, я родила И через неделю вот так, как рукой сняла Прикиньте, блин Так что хватит мне писать Это слово у меня хрущи Вы ничего не знаете Здесь можно все, что хочется Да, вот так вот и я, да, и я, да, и я Вот это был мой второй образ Очень необычный Эти колготки Я с этого просто ору Но зато как круто, да? Я понимаю, что со стилистом по фоткам Не то, что постоянно ходишь со своими смотками С одними и теми же сеттерами фоткаешься С таким хвостом, губами Так, все, мы пофоткались У меня тут какой-то пух приклеенный Желаю тебе успехов Идти к кожным А у меня уже успех пришел Я не хочу обендоваться перед тобой Да ладно, я рада тебе, мои пришли Я понимаю, как это круто Да, хорошая кожа Да, ничего, она тоже будет Да, будет Я уже рассказала сегодня подписчикам, что я вижу, что каждый день она становится лучше Конечно, не по щелчку пальцев Но каждый день я вижу, что вот это вот все выходит То, что должно выйти Мне просто чистку страшно делать Мне сейчас говорит тоже косметолог То, что надо, Юлечка Надо тебе все это почистить Но у меня просто очень долго проходило в прошлый раз И я не могла снимать чего-то Я тебе советую вообще Ну, типа, приоритет поставить твою кожу И забить немножко, возможно, даже на съемке Может быть не в декабре, а в январе Это завтра Потому что в декабре Надо работать В декабре сейчас реально у меня очень насыщенный Да Я не могу Да Поэтому, да, дождись января И тогда фигачи чистки Потому что мне сделали две чистки Выдавили все мои закрытые комедоны Это был первым шагом к тому, чтобы вообще классную кожу заменить И сейчас у меня только постакне осталось И мне, типа, сказали, что тоже уберут это постакне Благодаря каким-то там штукам Ну, ты когда тон делаешь, да, вот красный замазываешь У тебя еще идеальная кожа Ну, типа, да Все равно их видно Немножко Поэтому они мне не нравятся Какой бы плотный тон я не взяла Консилер и так далее У меня тогда вообще Не, ну у тебя У меня плохо, я знаю Ну, дай бог, чтобы все прошло Я очень хочу и желаю этого У нас с Юлей вот как-то так получается У нее кожа, у меня жир И мы такие слабачки с тобой Реально не можем взять свои руки Ну, с другой стороны Вчера я поймала себя на мысли Что мы, короче, были на эту встречу Нужно с тобой Нас тренировала девочка Я не могу сказать, что она была С супер плоским животом И, знаешь, она худая, красивая, накаченная Спортивная, стройная Но при этом у нее есть всегда этот животик За который я себя постоянно ругаю Мне кажется, это неправильно вообще В принципе, ругать себя за что-то Ты должна, наоборот, думать, что все это идеально Когда ты ругаешь, ты как будто бы этот живот Типа, знаешь, он тебе назло остается, например Вот ты его ругаешь, это как Я тебе говорю, а я скажу, Карина, какого черта Ты, блин, постоянно ставишь мне лайки на фотки Ты такая, офигела, что я меня ругаю Буду специально ставить тебе лайки Ну, типа, поняла, и живот такой Ну, и вчера я такая, типа, блин, у нее есть, да у всех он есть Просто мы реально вот этими картинками в интернете идеальным женщин Немножко замыливаемся Я думаю, что у них всегда идеальный живот Ну, у тебя, в принципе, такого живота нет Ну, ты стройнее, чем та девочка, которая у нас вчера преподавала Она, я не знаю, блин, это очень... Ну, знаешь, что меня бесит? Когда мы тянемся, вот сидим, например, да, и нужно тянуть вот так Вот я в зеркало смотрю, у меня просто такой горб Там надо, потому что выпрямить спину и потом вот так делать Это, типа, правильно, но я тоже бывает иногда, когда мне лень, я вот так тянусь Ну, типа, правильно, вот так вот А не вот так вот Рука, а вот так вот, если... Ай, я даже не... Офигеть, а когда управляю, я даже ниже спускаюсь Покажи Вообще, в чем минус топ-стретчинга, хоть я его очень люблю Там не всегда исправляют ошибки Мне даже иногда пишут подписчики, что, типа, коренька, делаешь не так упражнение Возможно, да Но, знаете, когда ты в очень, так скажем, уставшем уже виде Когда тебе очень сложно делать твою тренировку Ты хочешь лишь, как бы, как закончить И ты не думаешь о том, что ты неправильно расстежешь Я на растяжке всегда сижу и смотрю, где она ходит Я всегда вижу, когда она идет ко мне с этой подушкой и давит на меня И думаю, ух, а не Ладно, еще считай, типа, отсчет от, ну, к нулю Все, ребят, пока Сейчас меня смотрят, посмотрят, что у меня здесь